Талыш ханство или латинизируется, ханат е Талыш, Азербайджан, Тлиск Санльк, запятая Талыши, Талсик Санти, был ханством от иранского происхождения, который был создан в Персии и просуществовал с середины XVIII до начала XIX века, расположен на юго-западном побережье Каспийского моря. Он включал юго-восточную часть современной Азербайджанской республики и восточную оконечность северо-западного Ирана. Столицей ханства был его главный город Ленкарань. В результате поражения персов в русско-персидской войне 1826-1828 годов ханство было распущено и поглощено Российской империей. Неопределенность, связанная с историей Талышского ханства, объясняется не только скудностью источников. Еще одной проблемой является редкость исследования НЕМ. Было опубликовано несколько исследований и кратких обзоров на русском, азербайджанском, турецком и персидском языках. К сожалению, некоторые из этих исследований неубедительны и содержат ошибочные и предвзятые интерпретации. Историография из-за скудности первоисточников изучения Талышского ханства сталкивается с серьезными препятствиями. Первоисточники для изучения ханства условно разделены на три группы. Летописи, документальные материалы и путевые отчеты. Многие факты, связанные с историей ханства, разбросаны по различным хроникам, составленным местными и каджарскими историками. Первая персидская хроника о Талышском ханстве, Джавахерна Мехуеланькаран, 1869 год, то есть Ленкаранская книга драгоценностей, написанная Саид Али Ибн Казимбегом Барадигахи, 1800 и 1872 годы год. Есть два экземпляра Ленкаранской книги драгоценностей, и оба хранятся в Институте рукописи Азербайджана. Вторая персидская хроника, Ахбарна Мех, 1882 год, то есть Хроника, написанная Мерзой Ахмадом Ибн Мерзой Хада Верди, чей отец был визирем для второго и третьего ханов Талыша. Еще один первоисточник, который может быть добавлен к источникам летописного типа, это российский обзор истории от Алишского ханства, 1885 год, написанный Тимуром Байром Алибековым, 1863-1937 год ГГ. Одним из самых блестящих азербайджанских просветителей. Не специфическая, но актуальная хроника, написанная на персидском языке, это Гулистан и Ирам, 1845 год, то есть Небесный Розарий, из Аббас Калека Абакиханов, 1794-1847 годы год. Хотя он не имеет прямого отношения к Талышскому ханству, он содержит полезную информацию о регионе до года, в котором он был завершен. Основная часть переписки Талышских ханов хранится в российских архивах и опубликована в различных сборниках документов. Самое важное из этих коллекций – акты, собранные Кавказской археографической комиссией, 1866-1886 годы. 5. Путевые заметки и отчеты торговцев, агентов и информаторов. Еще один тип первоисточников, потенциально полезных для изучения Талышского ханства. Среди источников такого рода можно упомянуть отчеты, написанные двумя поляками на русской службе. Яном Потоцким, 1761-1815 год, и Александром Ходенко, 1804-1891 год. Другой отчет, касающийся Талыша, это отчет Камилы Альфонсо Трезеля, 1780-1860 год ГГ, французского офицера, который служил под началом клада Матьё Гордана, 1766-1818 годы год, посланника Наполеона при Персидском дворе. В 1966 году Ферудина Садов, 1936-2018 год ГГ, который первым изучил период до создания Талышского ханства, дал краткое описание корней основания ханства в период 1703-1747 годов. Ирада Мамедова, 1967 год.я.р, академик Национальной академии наук Азербайджана, изучала российские архивы, особенно архив внешней политики Российской империи, и опубликовала несколько книг из статей. Субтитры создавал DimaTorzok